Террор как способ подготовки Киева к наступлению. Военный эксперт Владислав Шурыгин о том, какие выводы надо сделать из атаки беспилотников на Кремль. Статья в российской газете за 4 мая 2023 года. В связи с атакой беспилотников на Кремль и последними диверсиями на железной дороге можно сделать ряд выводов. Сомнение украинского командования в успешности будущего наступления заставляет искать варианты усиления эффекта наступления и формирования альтернативных побед. Создание победного фона, который даже в случае весьма скромных результатов на поле боя позволит создать информационно-пропагандистскую картину общего успешного наступа. И здесь, судя по всему, на первое место поставлена диверсионно-террористическая активность на территории противника, то есть России. А также использование доступных командованию ВСУ дальних средств поражения беспилотных летательных аппаратов БПЛА. Поэтому диверсионная активность на нашей территории в ближайшие недели будет только возрастать. Руководство Главного управления разведки Украины ГУРК постарается максимально использовать всю имеющуюся агентуру и закладки, не считаясь возможными потерями. Тем более, что большинство такой агентуры – расходный материал. Это россияне, забербованные за деньги или радикалы всех мастей, принятые на управление от сбежавших из страны лидеров антипутинской оппозиции, которые теперь из-за границы поддерживают с ними контакты и ищут новых сторонников. Террористические удары, а также атаки БПЛА будут носить максимальный визуальный пропагандистский эффект. Целями станут объекты российского топливно-энергетического комплекса, ВПК, а также транспортной инфраструктуры. Главная цель, которую ставит сейчас перед собой украинское военно-политическое руководство – это сформировать в преддверии наступления ВСУ информационную картину всеобщего наступа по всем фронтам и направлениям, где наземные операции – это только часть общего наступления на Россию. Эту схему они попытаются продать своим американским хозяевам как доказательство своего успеха, даже если военные результаты будут мизерными. Но для этого им, кровь из носу, необходимо создать в информационном пространстве России истерический тренд, волну паники, схожую с ситуацией вокруг террора и чкерийских радикалов в сентябре 1999 года. Для формирования такой волны будут максимально задействованы в России все контролируемые ими и их западными кураторами информационные сетевые ресурсы и медийные персонажи. При этом особая роль будет отведена информационным радикалам – либеральным и псевдопатриотическим, которые должны будут взорвать в обществе информбомбу о бездействии и бессилии спецслужб и неспособности власти справиться с объявленной нам террористической войной. Поэтому необходимо не только спецслужбам быть готовыми к противодействию боевикам-террористам, но также очень внимательно фильтровать информационное пространство, выявляя и жестко нейтрализуя всех, кто вольно или по недомыслию начнет качать информационную повестку врага. Угроза тотального наступления – это не просто пропагандистский вброс Украинского Центра информационно-психологических операций ЦИПСО. Это вполне конкретный масштабный план информационного подавления, деморализации российского общества, формирования в нем неуверенности в победе и недоверия к своему военному и политическому руководству. Текст подготовил Юрий Гаврилов. Террор как способ подготовки Киева к наступлению. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова